Продолжение следует... 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 Для, на примере Российской империи, для того, чтобы вести войны, нужно золото, точнее деньги, для того, чтобы оплатить зарплату солдатам, оплатить провянут, оплатить оружие, которое закупалось, нанимались дилижанцы, то есть монет уже становилось очень много, надо было перевозить сумасшедшие грузы, а испанские корабли вообще тонули под весом золота. Они грузили на корабли столько золота, что он не мог заплыть. Появились бумажные сигнации в деньги, то есть в тот купюр, который Ганец просто кладет себе в карман и едет на фронт, расплачивается солдатами. Все идеально просто. Деньги тогда представляли из себя реальную ценность. В чем была их ценность? В том, что вы приходите в банк с купюрой и вам дают за нее золото. На купюре так и было написано, государственный банк разменивает кредитные билеты на золотую монету без ограничения суммы. Один рубль равняется одной тринадцатой империала и содержит 17,424 долей чистого золота. То есть без каких-либо рыночных стоимостей, без инфляции вы приходите и получите столько золота, сколько написано на купюре. Очень выгодно. Но купюр печаталось больше, а золото становилось меньше. Можно? Золотой стандарт просуществовал до окончания Второй Мировой Войны. Его первичная форма золотого стандарта просуществовала до окончания Второй Мировой Войны. Американцы, которые пострадали меньше всего в промышленном масштабе от войны, поставляли технику, все знают о Лангизе, правильно? Техника, вооружение, провиант, топливо, все это поставляло в США. И конвертируемой валютой были ни деньги, ни фунты стерлингов, ни рубли, ни франки. Валютой, за которую это все расплачивалось, было золото. Золото обратно вернулось в Америку. К концу Второй Мировой Войны Америка в своих резервах содержала 70% мирового запаса золота. По официальным данным это приблизительно 22 тысячи тонн золота. Война закончилась. Третий рейх одержал поражение. И в странном антигитлеровской коалиции надо было решить очень важные проблемы. Нужно жить дальше, нужно отстраивать экономики, нужно отстраивать промышленность. И для этого нужно собираться. Можно? Конференция в Бреттон-Лутсе, в штате Нью-Хемпшир, была собрана именно как раз с этой целью. Были установлены четкие правила, появились такие организации, как Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития, который воздавал кредиты с помощью припосудничества с планом Рошала государством для восстановления городов, промышленности, строя заводы, дороги, дома и прочее. Также были установлены очень четкие правила для денег. Цена золота жестко фиксирована 35 долларов за тройскую унцию. Тройская унция это приблизительно 31 грамм золота. 35 долларов за 31 грамм золота. Сегодня тройская унция стоит где-то в промежутке от 1100 долларов до 1200. Согласитесь, тогда это была шикарная инвестиция. Установлены твердообменные курсы для ключевых валют стран, учаясь из ключевой валюты. Ключевой валютой был, естественно, доллар в США, потому что фунт, стерлинг, франк не были, у них не было закоплено золото. Не было за что цепляться. Золото все было в США и, естественно, так и установилась гегемония доллара. Откуда появилась американская доминация. Также это было предложено, между прочим, Советскому Союзу. Но из-за скверной политики Советского Союза они уехали раньше. С конференции они отказались вообще от того, чтобы советский рубль стал какой-то ключевой валютой. И закрыли за своим занавесом. Центральные банки поддерживают стабильный курс национальной валюты по отношению к ключевой валюте плюс-минус 1% с помощью валютных интервенций. То есть национальная валюта продается или закупается иностранная валюта в тех размерах, чтобы все было один к одному. То есть это было очень хорошим решением. Дальше, пожалуйста. Но Бреттон... Еще. Бреттон-Вудская система была и венцом творения американской экономики. Также это было хересовой пятой. Потому что валюты конвертировались в золото по-прежнему. То есть вы могли прийти в американское посольство и обменять франки на золото. Или купить доллары, обменять... Там конвертация шла очень разными путями. Это зависело от национальных экономик. Все пришло к тому, что страны, которые начали развиваться, начали золото выкупать обратно за доллары. Таким образом, США иногда теряла по 3 тонны золота в день. Золото обратно было в Европу. Ключевым моментом стал генерал Дегольд, который припыл в Америку и потребовал обменять ему золото практически на миллиард долларов. США, понимая, что рано или поздно это совсем нанесет тотальный крах, собирает новую конференцию. Немайская система позволила двигаться дальше. Появился рынок Foreign Exchange, Forex, который позволил свободно менять валюту. То есть я пошел за гривен и взял доллар, который я только что спалил и спалил его. Это позволило приобрести, это приобретение стало массовым достоянием, можно так сказать. Официально отменен золотой стандарт и золотые паритеты. Золото торгуется по рыночной цене, то есть золото становится официально не деньгами, а товарами. Вот, можно, золото идет отдельно от экономик, теперь на него влияет рыночная экономика, товарные биржи и прочее. Но, что же произошло с деньгами? Деньги теперь живут свободной жизнью, они теперь не привязаны к мерзкому золоту, которое постоянно им что-то нашептывало. Госпожу зовут Дженет Йеллен. Это глава Федеральной резервной системы США. Это просунки один из самых важнейших людей в мире на сегодняшний день. Именно от вот этой очень милой женщины зависит то, сколько стоит доллар США. Потому что именно она управляет чудесной кнопочкой «печатать доллары» или «не печатать доллары». Все зависит лишь только от того, сколько денег теперь печатается. Бывали очень скверные ситуации и некоторые государства с этим увлекались очень сильно. Пожалуйста, еще. Еще одним достоянием стала кредитная карточка. Небольшой кусок пластика, который есть у большинства из вас. То есть, с магнитной агентой, с ЦВГ-кодом, с защитой. Кредит пошел у латинского слова «credo» – доверие. Теперь все рыночные отношения стоятся на доверии. Вы держите в руках купюру, любую, 500 или 100 долларов. Это не купюра, это расписка, доверие. Федеральная резервная система или НСБА по Украине, кому угодно. Все рыночные отношения теперь строятся исключительно на доверии. Кредитная карта изначально была в 50-е годы, она появилась на свет. Она была сделана из картона, называлась «The Diner's Club». Это была чисто такая фишка для элиты, потому что приходишь ты в ресторан, швыряешь официанту карточку, он выписывает из нее пароль, и потом с чеком бежит в банк, получая деньги с вашего счета. Потом кредитки получились металлическими и с развитием инфраструкционных технологий стали пластиками, с магнитной лентой, с цифровой фоном, с защитой и прочим. Артур. Казалось бы, причем здесь не вере. Антисемитизм – это не предупредение 20-го века. Это не изобретение Эллафа Геббельса и не пропаганда Адольфа. Это антисемитизм был всегда евреев не любили никогда. Евреи жили везде и всегда, как и сейчас. Венец развития евреев прошел из итальянских городов государства. Флоренция, Венеция, Милан, Пиза. Города, в которых люди, которые жили там, они занимались политикой, войнами, причем люди, которые жили в этих странах, они не воевали, они нанимали армии, которые воевали вместо них. Они занимались искусством, анадовинища и прочие великие люди пошли из таких городов. Там были евреи. Евреев там не любили. Еврей, который оставался дольше двух недель во Флоренции, в Венеции, должен был носить на спине большую попу О или желтую шляпу. Жили они в гетто. Еврей ночью выйти за пределы гетто не мог. Но евреев терпели. У них было то, чего не могли позволить себе христиане. По произведению Даты Эльгерии, божественной комедии, человек, который выдает кредиты, деньги под процент, он будет сидеть всю вечность на раскаленной земле, его будет обжигать леденящий мороз, и его шеи будут сгибаться под весом его кошельков. Не самая лучшая участь для банкира. У евреев все по-другому. Они нашли лазейку. Пятая книга Моисеева, глава 23. И не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего либо другого, что можно отдать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост. Иными словами, иудей не мог дать в долг иудей, а христианину мог. Так, евреев терпели, а они сидели в гетто на скамеечках за столиками и выдавали кредиты. На секундочку. Скамейка, на которой сидели евреи, с итальянской, звучит. Бах! Банкиры первых пунктов евреев. Учитывая такие ситуации, и то, что якобы неравенство евреев заполонили весь мир, я вам скажу так, в мире есть баланс. Каким бы он ни был абсурдным, но в мире всегда есть баланс. Евреям очень долго запрещалось иметь свою землю. Они жили по очень строгим правилам. Так и получилось. Христианину земля, еврею деньги, а кесарю кесарево. Дальше. Нельзя думать, что деньги на самом деле настолько могущественные, они могут управлять вами, они могут строить вашу жизнь, ваши судьбы. Нет. Потому что у денег есть враг, и враг намного могущественнее, чем деньги. И инфляция. Пацан идет за хлебом. Что сыграло злую шутку с испанцами? Испанцы до того, как Калуб открыл Америку, 500 лет воевали с лаврами. 500 лет войны. Испания была одним из самых беднейших стран Средневековья Европы. Золото начали завозить. Испанцы стали богатыми. Золото завозили. Золото завозили еще сотни лет. В конечном итоге золото стало в Европе настолько много, что оно стало без ценности. Точнее, золото потерял свою ценность. Перенасыщение. Нет баланса. Когда нет баланса, тогда идет коллапс, идет инфляция. Золото было подвержено инфляции. Золото или монеты. Деньги. Сигнация. Сейчас, учитывая то, что деньги даже не закрепляются больше за золотом, и все зависит только от того, сколько их напечатают, они подвержены инфляции еще больше всего. Яркий пример это Аргентина. У Аргентины было очень много проблем. До 1989 года Аргентина была одним из самых развитых держав в мире. Ее ВВП отставало от ВВП США всего лишь на 18 центов. Это было в США, только в латинской обедке. Очень сильно подкосили экономику Аргентины войны. 70-е годы войны полевых командиров. Начало первой половины 80-х войны с Британией за Фулканские острова. Плюс сокращение золотых запасов. Золото все же еще немного опирается на деньги. Деньги на золото. И это все привело к тому, что, допустим, я брал... Не, стоп, подожди, подожди. Я брал кофе за 20 гривен сегодня. Гиперинфляция, это если я закончил говорить, а кофе уже стоит 22 гривны. К следующей лекции, когда мы пришли кофе, то уже стал полтинник. То же самое произошло и в Аргентине. Страна, в которой не было валюты и купюры номиналом больше 100 аустралов, через полгода появилась купюра номиналом 500 тысяч аустралов. Люди, у которых в обед считалось нормальным стейк и бутылка вина на столе, были вынуждены питаться в общепитии, там, где бомжи раньше питались. Вот так вот. Пожалуйста. Подводя итог, хочу сказать, деньги не любят суеты. Да. Деньги не любят шума. Деньги любят умных людей, которые умеют ими пользоваться. Не деньги имеют ценность. Это люди дают деньгам ценность. Человек определяет, сколько стоят деньги. Не деньги владеют людьми, а люди владеют деньгами. Но если вы не умеете ими пользоваться разумно, будь то вы рабочим на заводе, который получает 4 тысячи миллионов зарплат, будь то вы чиновником, который крутит миллиардным бюджетом, если вы не умеете обращаться с деньгами, деньги не будут вас любить. Перефразируя под конец великого политика, хочу сказать, не спрашивайте, что деньги могут сделать для вас. Здоровье, счастье. Спросите, что вы можете сделать для денег. Спасибо за внимание. Аплодисменты. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо.